Продолжение следует... А вы в курсе, что теперь в Сочи можно окунуться не только в теплое море, но и в культуру и традицию кубанского быта? Здравствуйте, это программа «В курсе» и я, Татьяна Говоркова. Здесь мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе касаются интересов всех сочинцев. И сегодня речь в нашей передаче пойдет об уникальной этнографической экспозиции «Кубанское подворье». Официальное открытие ее состоялось 12 марта. Гости долгожданные, заходите, гости наши славные, заходите, гости наши славные, пути наши, гости с нами равные. Гости наши славные, конкуренты, гости наши славные, заходите, гости наши славные, заходите, гости наши славные что-то могут вынуть. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Маргарита Ивановна, расскажите, какие цели и задачи преследует этот проект? Значит, это не один проект в нашей школе, который главной своей задачей ставит патриотическое воспитание и любовь к своей родине. Любовь к родине складывается из очень многого. Из отношения к своим близким, из отношения к своей школе, из отношения к тому, что его окружает, к природе. Естественно, мы живем в Краснодарском крае, в самом лучшем регионе нашей страны. Не каждый был в деревне, и мы хотели, чтобы дети окунулись в историю нашего края. И поэтому мы немного изобразили здесь быт, который был не так уж давно, может быть, лет 50, 70, 100 лет назад. Вот мы создали музей-хату, конечно, в уменьшенном виде, но все, что мы могли собрать, все предметы старины, мы всей школой, родителями, детьми это собирали. Началось это, конечно, просто с курочек декоративных, которые, вот связь с природой, это тоже любовь к родине, которых мы завели. Потом решили, что все-таки надо сделать целый комплекс. Потом мы вот это вот подворье создали, приобрели фигуры животных домашних, чтобы дети видели, потому что многие их и не видели. Значит, ну и вот этот вот музей-хату. А рядом уже все хозблоки мы все, значит, тоже привели в такое состояние, где будут дети заниматься внутри центром дополнительным образованием. Значит, это, конечно, это будет продолжение. Мы еще будем делать хату, у нас два здания, две территории, а еще часовинку надо ставить, как в любом селе Кубани, где, конечно, есть храм. Значит, дети с большой радостью, они все хотят жить в этом домике. Они просто не проходят мимо, им это все нравится. Мы это сделали открытие специально на Пасень-Масленичной неделе, потому что Масленицу мы тоже все годы отмечаем, и это тоже любовь к традициям нашего народа, к православной культуре. Это предмет кубановедения, к которому мы относимся серьезно, он каждый раз подчеркивает не просто какую-то информацию, а наше отношение к этому. Проявляем мы таким образом любовь. Наши дети очень любознательны, они любят ездить на экскурсии. Мы, конечно, культивируем эту любовь, потому что только любовь может менять человека в лучшую сторону. Четыре месяца, ну, практически я проработала на территории, да. Но мы большими темпами, нам помогали родители. В общем, очень, они все очень вдохновленные, все просто никто не проходил мимо. В Краснодарском крае действует программа по патриотическому воспитанию молодежи. Следуете ли вы ее канонам? Мы ее, может быть, даже где-то в начале, можно сказать, зародыша этой программы начинали, потому что это вот сейчас, а мы давно этим занимаемся. Я очень рада, что такие организации у нас есть. Мы точно следуем ее канонам, потому что, я думаю, она и возникла, потому что вот такие уже работы велись давно во многих местах. Правительству нашему Краснодарского края большое спасибо, что они акцентировали внимание на этом самом важном, потому что сегодняшние дети, они же завтра граждане. С какой позиции мы их выпустим, это наше общество будущее. Маргарита Ивановна знает, что во время открытия экспозиции воспитанники гимназии подготовили интересный праздничный концерт. Расскажите, пожалуйста, об этих ансамблях. У нас своя художественная школа, у нас своя хореографическая школа, у нас своя вокальная школа. Мы очень серьезно занимаемся дополнительным образованием. У нас каждый ребенок неоднократно занят, кроме внеурочной работы. Значит, несколько хореографических групп работает. Вообще танцует вся школа, потому что хореография в каждом классе. А ансамбли мы группируем для того, чтобы пока вся школа не может выступить, такой площадки нет. Значит, дошкольный ансамбль называется «Золотая рыбка», как детский сад наш. И вот вы видели их выступление. Направленность тоже народная, если вы увидели танцы. Старшие дети у нас в ансамбле «Семи цветик-семи цветик». И мы сейчас готовимся усиленно к международному конкурсу. Вон в апреле будет. Мы надеемся победить. Мы к нему специально готовились. И обуви, и костюмы все шили по новой, все именно для этих танцев, которые выставляем. Значит, несколько у нас ансамблей вокальных, значит, и тоже с народным направлением. Сегодня перед нами выступал ансамбль «Раздолье». А есть еще старшие дети «Вдохновение», а еще есть учительский коллектив тоже поющий. Мы, наверное, даже скоро будем выставляться на мировые хоры. На базе нашей школы авторская работает школа художественная. А художник Перова Наталья Алексеевна, мы считаем, что каждый ребенок должен видеть мир красками, красками и звуками. И это, конечно, просто обогатит его жизнь. И философия жизни меняется. Поэтому у нас это давно и обязательно для всех. Вот все, кто желает, занимаются всеми этими направлениями. Вот это их занятость, вот это их увлеченность всем. За все годы существования нашей школы мы не дали ни одного ребенка, который нарушил какие-нибудь нормы поведения. Как кто это отношение имел вот к этим всяким негативным вещам, как наркомания. Никогда никаких правонарушений. Вот это результат того, что мы всегда занимались ими, занимаемся, они очень сильно заняты. А потом они уважают и любят на самом деле свою школу, а через школу, конечно же, весь мир. Значит, безусловно, это бы не получилось, если бы не было такого серьезного педагогического коллектива. Патриотизм не может быть только на каких-то определенных уроках. Он на всех уроках. Отношение мучителя к детям, отношение к своему предмету, привитие любви к своему предмету только через это. Отношение ко всему, что мы делаем, отношение к пожилым людям. Они это все видят и впитывают. Наши дети, мы вот их несколько раз в году массово посещаем больных людей. Дети делают подарки, раздасят по домам. И вы даже не представляете, выстраиваются просто очереди, чтобы идти по домам. Значит, бывают, они же пожилые люди, не могут открыть двери. Представляете, они стоят под балконом и поют им, представляете? А просят соседей, чтобы пакет подарком передать, когда там кто-то придет домой, чтобы открыть двери. И они нас очень ждут. КОНЕЦ Во время выставки учащиеся гимназии могли не только показать свои кулинарные способности, но и творческие. Какие вы куколки делаете, какие сувениры? Вот у нас кукла-масленица. Так как масленичная неделя, куклу-масленицу делаем. Всю эту масленицу, она стоит на подоконнике и оберегает как бы наш дом. Приносит достаток, удачу, веселье. И в течение года оберегает наш дом. Только мы уже ее в укромное местечко кладем до следующей масленицы. Также эту куколку, когда женились, в новобрачном выносили как ритуал, чтобы у них в семье тоже было благополучие и достаток. Еще мы делаем птичек-жаворонок. Так как весна, она тоже приносит счастье, удачу, благополучие в дом. И вепская кукла, это основная кукла-берегиня. По-другому еще ее называют кормилицей. Она с пышными очень формами. Она в течение всей жизни оберегает наш дом и даже передается по наследству. Почетными гостями во время открытия экспозиции стали представители Хостинского казачьего общества во главе с атаманом Владимиром Васильевичем Береговым. Владимир Васильевич, скажите, как вам кубанское подворье по-сочински? Действительно ли здесь соблюдены все традиции? Да, действительно праздник очень удачный. Причем в масленичную неделю, что очень немаловажно. На Кубани всегда этот праздник с радушием, с удовольствием, с большой радостью отмечали. Поэтому даже несмотря на то, что сегодня погода, дождь был с утра. Все промокли, но все радостные, все веселые. У детей уйма хороших эмоций положительных. Родители довольны, дети довольны. Самое главное, чтобы это нравилось нашим детям и нашим жителям города Сочи. Буквально вчера я был в Краснодаре, в штабе казачьего кубанского войска, где мы получили учебную литературу именно для того, чтобы мы занимались в садиках, в школах и вносили свои традиции, воспитывали детей в традициях Кубани, в традициях казачества. И вот сегодня я им подарил книгу, это игры и танцы Кубанской и Терской областей. То есть именно то, во что играли наши деды-прадедушки. То есть чтобы сегодня наши дети знали те традиции, те обычаи, которые были на Кубани, которые существовали в казачьем обществе. Потому что вы сами знаете, сейчас засилие на экране всего западного, зарубежного, который несет абсолютно чуждую нам культуру, и все это наши дети воспринимают. А хотелось бы, чтобы мы свою Кубань, свой город родной Сочи оставили поколению, которое придет после нас, и чтобы они соблюдали те традиции, которыми жили наши деды и отцы, и которыми на сегодняшний день мы живем и воспитываем в этих традициях наших детей. Ну и еще немножко мы подарили там старинной утвари, там ложки, кубшинчики всякие. Для того, я думаю, что они на подворье всегда пригодятся и для угощения, и для встречи гостей. В Краснодарском крае действует целая программа, да, по патриотическому воспитанию молодежи. На что она направлена? Да, действительно, существует такая программа, в первую очередь она направлена на воспитание нашей молодежи. И вот буквально неделю назад у нас закончился месячник военно-патриотического воспитания. То есть это было для чего сделано? Для того, чтобы мы пошли опять, чтобы казачество участвовало в воспитании нашей молодежи. Это у нас садики, школы, то есть казаки, наставники выходили в садики, в школы, проводили с детьми занятия, проводили с детьми спортивные мероприятия, военно-патриотические. То есть им показывали там боевое оружие, владение шашкой, кинжалом, пикой, то есть традиционными казачьими видами оружия. Вот, допустим, у нас в Хосте есть еще 83-й садик, в котором мы тоже непосредственно занимаемся. Они у нас и танцуют, и поют, и мы их учим обычаями традициям казачьей культуры. Они уже вот маленькие шестилетки, они здороваются так, как положено, а не какой-то там окей или еще, как люди, нынешняя молодежь это делает. То есть много дети постигают той науки, которая просто за последние годы была утрачена. Это, наверное, влияние интернета, влияние телевидения, которое вытесняет постепенно, постепенно вытесняет те наши кровные обычаи, которыми пользовались всегда наши деды и отцы. Они не просто жили в этом, они с этим побеждали. Вы знаете, было выиграно и последняя Вторая мировая война. И ни с каким окей они в атаку не ходили, а ходили с нашим русским «Ура!» и побеждали, и отвоевали мир, в котором мы сегодня живем. Поэтому наша задача, вот именно детей воспитывать, чтобы завтра они становились воинами, ратниками, защищали нашу Кубань и нашу Россию. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Время нашей передачи подошло к концу. Я с вами прощаюсь. Будьте в курсе всех сочинских событий и оставайтесь патриотами родной земли.